Вкусно, уютно, доступно! В подъезде жилого дома на Ленинградском проспекте обвалился потолок. Пострадавших нет. К расследованию причин подключилась прокуратура. Подробности через несколько минут. Новым школам в микрорайонах Гальянки быть. Нижний Тагил вошел в федеральную программу по строительству и капитальному ремонту школ. Когда объявят официальный старт работы. Стали известны победители конкурса «Молодая семья-2017». Его участники прошли множество творческих испытаний. С теми, кто получил главный приз, встретилась наша съемочная группа. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Марина Хрусталева, готовы рассказать о главных событиях минувших выходных и понедельника. В подъезде жилого дома на вагонке обрушился потолок. Коммунальная авария произошла накануне. К счастью, пострадавших нет. По словам специалистов, деревянные балки прогнили от старости и сырости. На месте происшествия побывал наш корреспондент Сергей Трупанов. Значит, я сижу, я читаю книгу в той комнате. Муж говорит, ты слышал? Слышала? Я говорю, что слышала? Какой-то потоп такой, гул какой-то, как взрыв такой, но дальний взрыв. Я говорю, слышала, что это такое. А это самое, крыша свалилась, в смысле покрытие наше все в подъезде свалилось. Я, значит, туда смотрю, батюшки. Все завалило, буквально все, и еще палка торчит. 71-й дом по Ленинградскому проспекту – один из тех, за которые браться не желает ни одна управляющая компания. С их точки зрения это просто невыгодно. За 20 с лишним лет зданий 1958 года никто не ремонтировал. Большая часть жильцов – злостные неплательщики. По сведениям районной администрации, совокупный долг составляет более 700 тысяч рублей. Не дождется, видимо, дом и средств для капитального ремонта из регионального фонда. Дом в соответствии с протоколом проведенного общего собрания выбрал непосредственный способ управления. Дом на данный момент договор не заключен на обслуживание ни с одной не с управляющей организацией. Капитальный ремонт в соответствии с графиком, так скажем, с планом стоит на 2021-2023 год. В соответствии с заключением какого-либо по этому дому собственники жителей не предоставляли в администрацию города. К расследованию происшествия подключилась прокуратура Дзержицкого района. Николай Коваленко рассказывает, дело предстоит сложное. Необходимо будет установить степень ответственности как управляющих компаний, которые не обслуживали дом должным образом, так и самих жителей, у которых здание последние несколько лет находится на самообслуживании. Мы до конца доведем вопрос установления наличия либо отсутствия должностных лиц, соответственных за надлежащее содержание. Если же окажется, что и обслуживающая организация прекратила деятельность на законных основаниях, и собственники не обращались за помощью в администрации, то вполне возможно, что мы просто будем дальше с собственниками работать для того, чтобы у них появилось нормальное обслуживание, ремонт. В ближайшее время городские власти намерены инициировать общедомовое собрание жильцов, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе этого дома. Подлежит он ремонту или сносу? А пока специалисты Тагил-граждан проекта разрабатывают проект аварийного ремонта. Зияющее отверстие в потолке необходимо закрыть до наступления холодов. Сергей Трупанов, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Капитальный и косметический ремонт. Согласно сметам проводимых капремонтов многоквартирных домов в Свердловской области, подрядчик не проводит замену балок перекрытий и даже детально не изучает состояние фундамента. Возник вопрос целесообразности проводимых работ. Быть может, лучше деньги, собираемые из жильцов, тратить не на покраску фасадов и замену труб, а на строительство нового комфортабельного жилья. Антон Исаев продолжит. Разумнее построить новое жилье. В Свердловской области подрядчики, проводящие капитальный ремонт, большое внимание уделяют новым окнам, крышам, фасадам. Но в смете капремонт, оплачиваемой региональным фондом, не прописано несколько важнейших элементов. Например, обследование фундамента. Чтобы детально изучить состояние опор, на которых и держится дом, необходимо их откапывать. Но земляные работы затратные, поэтому их никто без особой надобности и не проводит. Также фактически сквозь пальцы утверждена смета и по перекрытиям. У нас в феврале были внесены изменения в закон. Добавили еще усиление чердачных перекрытий. Но перекрытия межэтажные, подвальные перекрытия, остаются также не подлежать замене и усилению. Это является одной из проблем капитального ремонта. Что нужно делать в рамках капитального ремонта. В этом году только в одном доме в Нижнего Тагила проводилась замена межэтажных перекрытий в рамках капитального ремонта. В жилом доме Позой Космодемьянской разрушилась опора, на которой держался первый этаж. Стены покрылись трещинами. Подрядчик полностью разобрал крышу, чердак, полы и потолки в четырех квартирах. Сейчас уже установлены перекрытия первого и второго этажей. В остальных случаях строители только укрепляют отдельные балки. О каком полноценном капитальном ремонте мы можем говорить, если здесь, в этом доме, который был отремонтирован всего лишь два года назад, уже разрушаются перекрытия. По предварительным данным, инцидент произошел в одной из квартир третьего подъезда и, скорее всего, разрушилась штукатурка не потому, что ее недавно ремонтировали, а потому, что к балкам никто не притрагивался. Капитальный ремонт, по сути, является косметическим и оплачивается он за счет средств собранных жильцов. Зачем тратить деньги на декоративную покраску, замену кровли и окон? Рациональнее возводить новые дома. То есть проводить обновление жилого фонда. Об этом заявил глава города Сергей Носов во время заседания областного правительства в мае этого года. Во время прямой линии президент России Владимир Путин не исключил возможность распространения московской инновации жилья на регионы. Поэтому, вполне возможно, на месте подкрашенных двух- и трехэтажек в нашем городе будут современные, комфортабельные и безопасные дома. Антон Исаев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Траншеи вдоль региональных и федеральных трасс таков результат противостояния Свердловского управления автомобильных дорог. и владельцев объектов дорожного сервиса. О том, каковы интересы сторон, расскажет Алексей Алексеев. Трасса Екатеринбург-Серов. Ров почти метровой глубины проходит вдоль проезжей части, не давая возможности свернуть к придорожным кафе. Металлическое ограждение служит той же цели. Потенциальным посетителям приходится оставлять автомобили у преграды. Восстановлением препятствий дорожные организации занимаются регулярно. Борьбу за клиентов хозяева заведений ведут всевозможными способами. Такая картина давно стала привычной. Работу по перекрытию подъездов к отдельным объектам дорожного сервиса у региональных трасс вот уже несколько лет ведет управление автомобильных дорог Свердловской области. Это связано с нарушением предпринимателями требований законодательства. Размещение объектов вне населенных пунктов должно производиться с соблюдением определенных правил. Одно из них – устройство и содержание переходно с красных полос и их освещение на всем протяжении. Мероприятие достаточно затратное. Выполнение его многие затягивают. У тех, кто осуществляет деятельность без получения необходимого разрешения, возникают проблемы. Получать выгоду на автомобильной дороге общего пользования можно только на условиях обеспечения безопасности дорожного движения. Настаивают в областном управлении ГИБДД и продолжают ликвидировать незаконные примыкания. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Андрей Коробицын. Новости Тагил-ТВ. Новости и итоги дня на канале Тагил-ТВ. Продолжаем. Президент России в ходе поездки на Дальний Восток выступил с рядом инициатив по развитию бизнеса. Речь идет о необходимости устранения ограничений для ведения предпринимательской деятельности и снижения административного давления на бизнесменов. Вот те позиции, о которых говорил президент, имея в виду необходимость снижения давления на бизнес, они, в общем-то, на протяжении последних лет бизнесом-буксменами и региональным, и федеральным, все время произносятся эти проблемы. Правоохранительные органы, судебные органы, органы расследования, контрольно-надзорные органы, я надеюсь, услышали посыл президента, уловили тренд текущего момента по отношению к бизнесу. В частности, Владимир Путин потребовал значительно, на 30%, снизить количество внеплановых проверок, не согласованных с прокуратурой. Сокращены должны быть их сроки. Глава государства отметил недопустимость возбуждения необоснованных административных расследований, принятия в ходе следствия мер, приводящих к остановке предприятий. Например, закрытие счетов, изъятие жестких дисков. Если в отношении арестованных предпринимателей долгое время не ведутся активные следственные действия, они должны освобождаться из-под стражи, также заявил российский лидер. Школам в новых микрорайонах Гальяна-Горбуновского массива быть. Нижний Тагил вошел в федеральную программу по строительству и капитальному ремонту школ. Официальный старт работам будет дан в следующем месяце, но подготовка уже началась. Подробности далее. О необходимости новых учебных мест в Нижнем Тагиле говорится давно. И сегодня вопрос их создания нашел поддержку на федеральном уровне. Проект строительства двух новых современных школ на Гальянке обретает реальные черты. Об этом в эфире нашего телеканала рассказала заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. На этой неделе пришла радостная информация о том, что отбор Министерства образования Свердловской области проведен. Министерством образования и обе школы, которые заявлял город Нижний Тагил, отбор прошли и войдут в государственную программу Свердловской области на финансирование в 2018-2019 годах. Оба учебных заведения будут построены в новых микрорайонах города, как говорится, с прицелом на будущее. Каждое образовательное учреждение рассчитано на 1200 учебных мест, что должно решить проблему учебы в две смены, по крайней мере на Гальянке. Количество мест для обучения детей там, именно в районе ГГМ, на сегодняшний день ограничено. Поэтому фактически все школы, расположенные на Гальянке, они учатся в две смены. Соответственно, произойдет перераспределение детей в районе Гальянки, потому что сегодня, ну скажем так, те школы, которые работают в две смены, значит, мы будем рассматривать вместе с администрациями школ, по-новому будем рассматривать микрорайоны, будем формировать классы, набирать педагогические коллективы. Напомним, конкурс на строительство новой школы в микрорайоне Муринские пруды проведен. Уже сейчас здесь находится строительная техника, которая подготовит площадку к дальнейшим работам, а в сентябре будет дан официальный старт строительства. Согласно планам администрации города, готовые здания будут сданы к началу 2019 года, а той же осенью в новых классах приступят к учебе юные тагильчане. Сергей Трупанов, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Главных врачей могут заменить менеджеры. Таким образом, Минздрав Свердловской области планирует сократить задолженность, которая есть у больниц региона перед поставщиками. Несколько руководителей медучреждений уже сняты с должности из-за долгов перед бизнесом. Как обстоят дела в Нижнем Тагиле, разбиралась Анна Хабарова. Жесткие административные меры за невыплаты по контрактам на поставку товаров и услуг. Впредь главные врачи больницы поликлиник будут нести ответственность за превышение допустимой нормы задолженности перед бизнесом. Такое заявление сделала накануне на совещании в областном правительстве заместитель министра здравоохранения Свердловской области Нонна Кивилева. Заставил действовать глобально областной Минздрав скандал, разразившийся в январе в Карпинске. Главный врач заявил, что из-за задолженности в 15 миллионов рублей там будет закрыто отделение дневного стационара. Возмущению жителей не было предела. К маю этого года просроченную задолженность перед поставщиками имели 40 учреждений здравоохранения региона. Нижний Тагил, к счастью, с такой проблемой не знаком. В 4-й городской поликлинике все государственные контракты исполняются в срок. Руководитель медучреждения, по мнению главврача Жанны Климовой, должен быть и хорошим хозяйственником. Сейчас на его плечах и диспансеризация, и стабилизирование кадрового состава, и регулирование бюджета. Медицинская организация должна руководить специалист высшим медицинским образованием, имея профильное дополнительное образование, либо экономическое, юридическое, чтобы знать законодательную всю базу. Потому что в настоящее время главный врач занимается не только медицинской составляющей. Справляется с таким объемом работы руководство Демидовской больницы. По словам главврача Сергея Овсянникова, несмотря на многие экономические причины, у лечебного учреждения задолженности перед поставщиками также нет. Безусловно, сказывается на наличии региторской задолженности у лечебных учреждений. Безусловно, сказывается и финансовое понимание непосредственно руководителя. Но и, помимо этого, еще и макроэкономические проблемы, которые связаны с концом 2013 года и по сегодняшний день. Которые вот эти вот все непростые сложные экономические времена, постоянное хроническое недофинансирование сектора здравоохранения, конечно, повышение цен. Ставка Минздрава на поиск эффективных менеджеров для учреждений здравоохранения оправдана. При этом областные власти готовы поддерживать больницы финансово. В апреле на погашение задолженностей было выделено 100 миллионов рублей, а в июне еще более 600 миллионов. Долги перед бизнесменами не должны влиять на качество услуг, оказываемых пациентам. Анна Хабарова, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тарью-ТВ. К другим темам дня. Четыре автомобиля столкнулись в субботу днем в центре села Никола-Павловское. Авария произошла по вине водителя «Газели». Он неверно оценил дорожную обстановку при подъезде к пешеходному переходу. Водитель автомобиля «Газель», двигаясь со стороны города Нижний Тагил, в сторону города Екатеринбург, допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате дорожного транспорта, происшествия транспорта, средства повреждены. По предварительным данным, четыре человека получили травму. Трое из них нет. Удар «Газелью» Ниссана спровоцировал столкновение еще двух машин «Тойота-Авенсис» и «Лады Гранта». Они затормозили у нерегулируемого пешеходного перехода возле дома номер 21 по улице Ленина. После осмотра пострадавших медиками, 16-летняя пассажирка «Тойоты» была госпитализирована с диагнозом «ушиб позвоночника». 29-летняя пассажирка «Ниссана» получила перелом пальца. Дети, перевозившиеся в удерживающих устройствах, не пострадали. Автобус вновь курсирует от вокзала до Ольховки. По маршруту номер 2 возобновлено движение через Красный Камень и аглофабрику по расписанию, сообщает пресс-служба мэрии. Автобус вновь стал ходить после ремонта участка автодороги по улице Береговая-Краснокаменская. Сотрудники ГИБДД провели стопроцентную проверку транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров между населенными пунктами. Контроль ввелся на пунктах отправления и прибытия и промежуточных остановках. Внимание уделялось техническому состоянию автобусов, оформлению путевой документации, наличию и исправности тахографов, физическому состоянию водителей, соблюдению ими и пассажирами правил дорожного движения. Всего за время рейда было выявлено более 50 нарушений. Добавлю, поводом для профилактического мероприятия автобус-маршрутка стал рост числа аварий с участием междугородных автобусов. Семья Катриш лучшая в Нижнем Тагиле. Во Дворце молодежи подвели итоги традиционного городского конкурса «Молодая семья». Его участники прошли множество творческих испытаний и даже успели выучить английский язык. С теми, кто преодолел все этапы на отлично и получил главный приз, встретилась наша съемочная группа. Никаких выступлений и постоянных спешек на репетиции, а именно так провела прошлый месяц Чита Катриш. Сегодня супруги вместе с дочкой наслаждаются прогулкой в театральном сквере. Конец минувшей рабочей недели прошел для них в напряжении. В пятницу неожиданно для себя на галоконцерте они узнали, что стали лучшей молодой семьей города. Никакого чувства не было, честно, откровенно, потому что не ждали ни проигрыша. Решили уже под конец, что просто повеселиться, попеть, ребенку показать большую сцену. А проигрыши, выигрыши даже как-то уже чем ближе к концу, тем меньше думали. Он занимается строительством, она муниципальный служащий. Татьяну Ивана и Вареника, так они называют семилетнюю дочку Варвару, объединяет любовь к пению. Именно поэтому по совету друзей решили принять участие в конкурсе «Молодая семья». Победа, рассказывают, далась нелегко. К финалу шли только на третьем месте. Самый сложный, наверное, был песни на иностранном языке, поскольку все семьи подготовили, всего участвовало шесть семей, пять семей подготовили достаточно веселые, интересные танцевальные композиции. У нас была... Минорная песня. Очень медленная, очень лиричная. И, видимо, мы не совсем попали с ней в общий тренд, в общее настроение. В сентябре супруги Катриш отметят девятилетие совместной жизни. За этот срок у них появились свои традиции. Каждый вечер семья собирается вместе за ужином, а каждое лето стараются вместе ездить на юг. Свой вклад в победу, говорят родители, внесла и их дочь, которая неоднократно выступала на песенных и танцевальных конкурсах. «Я помогала им в одной песне. Я сама пела и танцевала. И мне это было не так уж слишком трудно». В этом году конкурс «Молодая семья» проходил в новом формате. Его участникам предстояло выступление на трех песенных этапах – галоконцерте, а также создание видеоклипа. Репетиции, волнения, слезы, радости – все это позади. Теперь «Чита Катриш» планирует совместный отдых. Залпы аплодисментов отгремели. Конкурс «Молодая семья» подошел к концу. Ежегодно его победители получают ценные подарки. В этом таковым стала туристическая путевка на 100 тысяч рублей. Анна Хабарова, Алексей Каташов, Павел Соложнин. Новости Тагилтовая. Тагил-ТВ продолжает награждать самых активных телезрителей. По итогам минувшей недели, по мнению редакции, лучшим стало сообщение Федора Тарчука. Мужчина, сотрудник одной из городских автомоек, прислал нам запись с камер видеонаблюдения. Он стал очевидцем спецоперации силовиков, которые задержали наркоторговца. В машине были найдены запрещенные вещества, а также меченые деньги, которые преступник получил в ходе контрольной закупки. За эту новость представитель коллектива «Автомойки» получил награду от спонсора рубрики. Федор, поздравляем вас. Вы стали призером лучшей новости от телезрителя на этой неделе. И ресторан доставки «Голодная панда» вручает вам свой сертификат. Хотелось бы отметить, что данная награда для нас полная неожиданность. Как говорится, твоя награда будет больше, если ты станешь делать должное, не надеясь на награду. Мы за здоровый образ жизни и против наркотиков. Поэтому мы выложили этот ролик в сеть. Выпуск продолжит новости спорта о самых интересных событиях. Вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кебабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина» – первый этаж. Олмед. Лечение варикозной болезни как искусство. Медицинский центр Олмед. Более 20 лет специализируется на лечении варикозной болезни. Весь август скидка на лечение 11%. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Тагильский полицейский покорил Ангару. Капитан Сергей Куликов принял участие в крупном международном заплыве на открытой воде Байкал-Свим. Его участники на 5 километров проплыли вдоль условной линии, разделяющей Байкал и Ангару. На дистанции одна морская миля 40-летнему спортсмену удалось завоевать третье место. Сергей Куликов с детства занимается плаванием в спортивном клубе «Уралец». Перед стартом состязания он тренировался на Леневском водохранилище. В планах у полицейского совершить заплыв на озере Селигер. А Тагильский пруд готовится принимать Кубок Уральских озер 2017. На акватории с 11 по 13 августа пройдут крупнейшие парусные соревнования, посвященные Дню города. Для участия уже заявились команды из Екатеринбурга, Тюмени, Заречного, Челябинска, Новоуральска и Нижнего Тагела от 12 до 15 экипажей. Наравне с профессионалами бороться за кубок будут и любители. В составе тагильской сборной призеры по парусному спорту Эльдар Космарев, Егор Нечаев и Михаил Шишин. Напомню, регата Кубок Уральских озер будет проходить в пять этапов на различных водоемах Уральского федерального округа. Завершающая состоится в яхт-клубе «Таватуй». Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3.00 ночи, а также в 7.00 утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Спонсор рубрики «Новости от телезрителя» – магазин «Мир чая и кофе». Приз за лучшее сообщение – подарочный сертификат. Спасибо за внимание. До свидания.